Должник раб заимодавца Богатый над бедным владеет им, властвует над ним И является рабом лаве, тот, кто взял в долг, тому, кто дал ему в долг Смотрим мальбима, начинаю с мальбима Момент Не вижу мальбима вообще на этот пасук Да, мальбим объединяет сразу несколько псуким И тогда нам придется пойти по этому пути Потому что иначе ничего не сделаешь Хотя у Гаона это очень длинный комментарий Но говорит дальше Шломамелла Сеющий неправду пожнет беду Бить жестокость его исчезнет Щедрый будет благословляем за то, что дает хлеба своего бедному Читаю на иврите этим псуким, которые говорят Тот, который сеет неправду Он, овла, грехи Он сожмет преступление И человек, который жестокий Его жестокость, этот человек приведет сам себя к исчезновению Тоф Айн, человек, который хороший глаз Он будет благословлять Потому что он дал от своего хлеба Будет благословлен, наверное Потому что он дал от своего хлеба бедняку Мальбим объединяет эти псуки И дает один комментарий на три пасука И говорит Аширбы расшуем им шоль То есть богатый человек будет властвовать над бедными Заре авла тот, кто сеет зло И пасук последний Тоф Айн, человек, у которого добрые глаза Говорит Мальбим, что из многих мест Из Макарот Гамим Из источников народов Мы знаем Что вначале Были аширим Богачи Которые давали в долг беднякам Брибис Под проценты И это был закон Что тот, кто не может заплатить Есть право взять его И его жену, и его сыновей в рабы И издеваться И издеваться, управлять ими Кнутом по своему желанию И были богачи Было так, что богачи давали беднякам деньги И посредством Рибита, посредством процентов Гитматы Тулы Гамри Люди теряли все, что у них есть И превращались совсем бедняком Что слово Раш, которое я перевел как бедняк За неимением другого слова Объясняет Мальбим Это хуже, чем обычный бедняк Бедняк Он обеднел из своего имущества Но у него что-то осталось Раш Это человек, у которого нет ничего И тогда Они становятся рабами Продают себя в рабство Но посредством этого Происходит периодическое Восстание народа Против угнетателя, так сказать Они убивают богатых людей И делают с ними Накамод, Гдалот Всякие виды мести Грубо Восстание Спартака Я не знаю, кто еще До такого состояния Что посредством этого Вынуждены были Установить Такой закон Который прощает долги Или Некоторые виды долгов Выплачивались Государством Для того, чтобы Остановить бунт И периодически Богатые люди Которые Не давали Берибис Не давали В долг Под проценты Но только Жалели бедняков И давали им Что-то видеть С доки Они В результате Спасались И Им давали Ковод Им давали уважение Бедняки И они получали Броху Среди народа То есть Поскольку С одной стороны Человек, который Дается с процентами Он получает Сверхприбыли И вроде бы Как хорошо Устраивается в жизни Все совершенно Замечательно Но до поры до времени Потом, когда возникает Бунт, революция Что-то подобное То это может Для него плохо Кончиться Человек же Который Ну помогал Давал с доку Или не брал Проценты Этот человек Оказывался Спасенным От бунта От руках Бунтаря Вот И он говорит Что Ашир Им шоль Барашоем Богач Он властвует Над Не рашоем Я неправильно Причем Аднаршашим Над бедняками То есть Галаве Эветлейшмалве Тот, кто взял в долг Он является рабом Человеку Которому он должен Но В конце концов Тот, кто сеет зло То есть Малве Который дает деньги Брибис Для того, чтобы сделать зло Он Якацеравон Он В результате всего Он придет К состоянию Того, что он пожнет Преступление Зло Потому что Закончится Шевет Авруто Закончится Вот Не знаю, как это назвать Закончится Вот Шевет Плетка Посредством Которого Он преследует Бедняков Потому что Они встанут Против него И Заберут эту плетку И убьют его И тогда Окажется Человек, у которого Был хороший глаз Он будет благословлен Теми Бедняками Которым Он Тем, что он давал Беднякам Свой хлеб Не является Не тот Кто давал Брибис Подпроценты Чтобы делать Издали Раша Из бедного Совсем нищего Но только тот Который давал Ему Из своего хлеба И помогал Ему Деньгами Без того Чтобы получать С этого Какую-то прибыль Он получит Броху Благословление От народа Мальбин Так Низкореволюционно Подошел К вопросу В кавычках И объясняет Весь посуг То, что Человек должен Остерегаться Богатый человек Который дает Подпроцент Он должен Остерегаться Мести бедняков Которые Из-за него Пострадают И те Даль Тот даль Тот бедный Который превратится В совсем нищего Он может В конце концов Не выдержать И свергнуть Так сказать Капиталиста Угнетателя Привести Немножечко Октябрьскую революцию И поскольку Это дело опасное То поэтому Человек должен Всегда иметь Это в виду И помнить Что если он Дает сдоку Помогает То в результате Он получит Броху И вместо того Чтобы потерять Все что можно потерять Он приобретет В виде брохи Увеличит Своейных осень И останется В живых И все будет нормально Это такой Простой комментарий Этого пасука Который дает Мальбим Гаон В общем С одной стороны Не очень спорит С другой стороны Он углубляется Давайте посмотрим Гаона Вначале Только на седьмой пасук Вряд ли мы пройдем Сегодня Гаон На все три пасука Но сделаем И штадлут Говорит пасук Аширбарашимим Шольвээветлавэла Ишмалвэ Богатый Над нищим Будет уластвовать И эвит Раб Для лавэ Человек Который является Малвэ Он говорит Рашим Нищий Это люди Которые находятся Под властью Ашира Богатого человека И человек Который Носеба хавиро Галвэ Эвит лэшмалвэ Человек Который берет В долг У другого человека Он является Ему эвитом То есть Он Обязан Заплатить И Его Имущество Тоже Мишуабадим Они становятся Гарантами Его долга Поэтому Если он не платит И с деньгами То в этом случае От него забирают Не деньги А Дом Поле То что у него есть Точка Это Это Пшадо Пашут Этого Пасука И Гемора На самом деле Я сейчас Отвлекусь Немножко До того Как мы Скажем Пирожек Агро Гемора Приводит Эвит лавэ Лэшмалвэ Что Рабом Является Должник Своему Кредитору Гемора Приводит Несколько Раз Для того Чтобы в частности Обсудить Такую вещь Я приведу Один из Примеров Что Человек Обычно Когда дает В долг И так рекомендует Гемора Делать Постоянно Дает долг С каким-то Документом Можно взять Двух свидетелей Даже может быть Одного свидетеля Чтобы было известно Что Рувен Должен Шимону Но правильно Это делать Со штаром С долговым Обязательством Которое Подписано Двумя Свидетелями Если Такой долг Был взят То когда Рувен Приходит Отдать Шимону То что Он ему должен Шимон должен Возвратить Этот штар Если Этот штар Шимон Говорит Я потерял У меня нету Штара То возникает Вопрос Как быть Потому что Отдать деньги Без штара Это некоторая проблема В чем состоит Проблема В том что Второй раз Он найдет Штар Вытащит его И потребует Второй раз платить Можно дать То что называется Шувар Шувар Это документ Который О том что Этот штар Который я сейчас Не могу найти Я свидетельствую О том что Он уже выплачен Поэтому если Я нахожу Через полгода Штар Приношу его И показываю Что вот ты мне должен Он вытаскивает Шувар И говорит Что вот я уже Заплатил И мы приносим Штар и Шувар В Бейсдин В суд И все заканчивается Благополучно Но при этом Лаве должен Хранить Шувар Теперь постоянно На всю оставшуюся жизнь Потому что Он не знает Вдруг найдется Этот штар Через 10 лет Ему придется Как-то доказывать Свою правоту Шувар Понятно что Хранить не хочется Вдруг я его потеряю И говорит Гемора Там есть махлокис Спор о том Пишется Шувар Не пишется Шувар Обязан его Хранить Нет Но одна из сворот Что я обязан Теперь хранить Шувар Навсегда Поскольку В тот момент Когда я брал в долг Я превратился Эвют Лаве Лаиш Малве Лаве превращается В раба Для Малве Он обязан Ему это делать Потому что Иначе Ему сделали добро Ему дали деньги И теперь Он обязан Это делать Кстати сказать Я забыл Когда мы читали Мальбима Я думаю что Это и так Все знают Но тем не менее Давать в долг Мальбим так написал О том что Когда богач Дает бедняку в долг Это очень плохо В результате Давать в долг Это большая митсва Это митсва Гмелут Хасоди Митсва Оказание Слуг Добра Друг другу Заповедь Дарайса Заповедь Исторой И то что Пишет Мальбим О том что Это плохо Когда дается в долг Он подчеркнул Что это Когда дается долг Под проценты Давать долг Под проценты Это и сурто Это запрет Торы И Тора Категорически Запрещает Вопрос Как это делается С банками И так далее Но Тора Категорически Запрещает Одному еврею Давать другому Деньги в долг У нееврея Можно взять Деньги в долг У еврея Я не имею права Взять в долг Деньги В этом случае Авэйра делает И тот кто берет И тот кто дает Это двойная Авэйра Возможно Свидетели Которые подписывают Документ Тоже делают Авэйра Тоже делают преступление И настолько Что человек Который профессионально Занимается тем Что дает в долг Боребит Под проценты Он не встанет Во время Тхиаза Мэйсим Он Исключается Из оживления Мертвых Это одна из Завейрот Которая является Очень суровыми Преступлениями Которой Но когда просто Рувен приходит Шимон и просит Деньги в долг Либо потому что Ему нечего есть Либо потому что Он хочет какой-то Бизнес развернуть И так далее То это Митсва Даарайса Давать долг И этим Это обязательно Надо делать При этом Надо делать так Чтобы взять Рвим Гарантов Взять расписку Штар Написать документ Чтобы это было Обеспечено То что тебе заплатят Но при этом Дать я обязан в долг Если у меня есть деньги Которые я не вкладываю Сейчас в бизнес Не теряю тем Что я даю деньги У меня есть свободные деньги То я обязан давать долг Когда меня об этом просят Не только 10 шекелей До завтра Но и Миллион шекелей На 10 лет В случае Если я на этом не теряю У меня есть возможности Это сделать Если я на этом теряю То понятно Что есть заповедь Вагафталарех камоха Возле ближнего Как самого себя Поэтому я Первый передаю Я Магдим У меня есть право Первой руки На мои деньги Поэтому я не обязан Сейчас ими делиться Но если я не теряю Такое возможно То это митцва Дать долг В обязательном порядке И об этом сказано Шада Пашут Гемора Что после того Как кто-то мне дал в долг Я ему становлюсь Как Эвит Поскольку я ему Мишу Бат Я ему обязан отдать И должен сделать Все что необходимо Для того чтобы отдать деньги Поэтому то что Мальбим так ругает Этих людей Это тех кто Малвы Берибис Рассовщиков Которые дают Под проценты Это среди евреев Между евреями Это Иссор Тора Это запрет Тора Здесь была такая история Шут есть Раби Аки Вейгера Ответ Раби Аки Вейгера Про эту историю Был какой-то человек Про которого Было известно Что он жил В каком-то там месте Конкретном И давал деньги Под проценты Это была его профессия Рассовщик И вот когда он умер То Хевра Кадиша Это похоронное бюро Еврейское Она потребовала Для того От его детей Для того чтобы Похоронить его на кладбище Потребовала какую-то сумму Там в 10 раз превышающую То что они берут Обычно за похороны Дети обратились В еврейский суд Как так Почему вот Недавно умер Рабинович С него взяли Там я не знаю 2 тысячи А с нас берут 20 тысяч Что за дела такие Какие-то невероятные цифры требуют И этот суд дошел До Раби Аки Вейгера Раби Аки Вейгер Спасак Что Хевра Кадиша Права Похоронное бюро Имеет право взять Намного превышающую сумму денег По той причине Что Обычный человек Который умирает Его хоронят Он во время Когда после прихода Машиеха Будет оживление Из мертвых Он встает Так что сейчас Он покупает себе Это место Ему покупают Это место На какое-то Определенное время Может быть длительное Может быть короткое Но на какое-то время Вы же Хороните своего папу Который давал деньги В рост Под проценты И нарушал заповедь Про которого сказано Что он не встанет Во время оживления Мертвых Вы покупаете Но постоянно Поэтому Эта земля Ваша покупка Должна быть намного дороже Чем остальных людей Потому что у них Это взятие в аренду На какое-то время А у вас Это покупка На постоянно Рабеки Вегер Это посакла Галоха Поскольку То есть Разрешил брать Больше денег Поскольку Долг Который дается И берется В Рибис Это серьезное Преступление Но обычный долг Это митсу Как я уже сказал Теперь После того Как мы выяснили Что Эвет лавэ лэиш малвэ Что в ситуации Когда Малвэ делает митсу Дает долг Без всяких процентов Просто Чтобы помочь Другому человеку И этот человек Становится ему Как бы рабом Он ему теперь Обязан Постоянно В Эхэнгубы Тойра И то же самое В Тойре Говорит Гаон Как сказали Рафаха Барьяков Язев Упора Рафаха Барьяков Он брал в долг И выплачивал Что имеется ввиду Речь идет о геморе Сейчас Может быть У меня здесь Где-нибудь Приведена эта гемора Не приведена Речь идет О ситуации Когда Рафаха Барьяков Он устанавливал себе Сколько он должен Пройти Торы Каждый день Допустим Два Дафа Гемора Каждый день Теперь Бывали ситуации Когда у него Не складывалось С парносой С пропитанием У него не получалось Нормально заработать И он вынужден был Работать Не 5 часов в день А 10 часов в день И так целый день У него уходило На то что он работал И тогда Он одалживал Время из этого дня И ночью Не ложился спать Пока не пройдет Столько Сколько ему нужно было Пройти за день То есть он Никогда не оставлял Он брал в долг И выплачивал долг Он учил ночью То что не успевал Выучить днем Человек Который не учится По ночам Он остается должен То есть бывает Что человек Днем Есть какая-то Риюса Какой-то минус Днем что-то случилось Он плохо Поручился Не доучил Какой-то вещи Если он ночью Если он ночью Не восполнит Это То он останется Лаве Он останется Должен Но человек Который Есть такое выражение В геморе Человек Который Масим Лайлот Коимим Человек Который превращает Ночи в дни То есть Он учится ночью Так же как учится Днем У нас сегодня Немножко другая ситуация Поскольку у нас Есть электрический свет И соответственно Нам учиться Ночью Достаточно легко У них была ситуация Когда максимум Что они могли Они могли зажечь Свечку Две свечки И учиться при свечах Было намного менее удобно И с другой стороны Они вставали с рассветом Очень рано У нас некоторые встают Страшно сказать Даже 8 часов утра Некоторые даже Но не важно И поэтому Сегодня ситуация такая Что ночью Больше принято учиться Просто потому что Жизнь так изменилась У них же учились днем Потому что ночью Это было немножко Мягко говоря тяжело Но человек Который превращает Ночью в дни Он является Малве Он одалживает То есть человек Который Не просто то Что он не выучил Днем учит ночью Но он постоянно Учится ночью Он как бы дает в долг И тогда Лаве Тот кто берет долг Является Эвидом Является рабом Малве Кто является здесь Лаве Кому одалживает Человек Если можно такое Сказать Если бы Агро Этого не сказал Я бы не решился Но после того Как Гаон это говорит Рувен Который учится Ночью Сильно больше Чем он обязан Учиться То есть не только днем Но и ночью Кому он одалживает Говорит Гаон Что киба и холь Как будто бы Он одалживает Всевышнему И это называется Малве Ла Гошем Тот который одалживает Творцу И вот тогда Творец становится Как бы Эвидом Ганедан Это может быть Дети Это может быть Сам человек Но Человек который взял Долг Он должен быть Долг Он должен быть благодарен За эту митву И вот чувство долга Чувство благодарности Это и есть то Что он как Эвид Как раб И он должен Оплатить любыми Возможностями Третья вещь Что то же самое Происходит в Торе Человек который Внутри самого Одного человека Человек который Берет в долг То есть он берет долг Тем что Ему иногда днем Не удается Поучиться По тем или иным причинам Он выплачивает Эти долги Отплачивает за это Ночью На ночной учебе И человек который Учится и днем И ночью То таким образом Гакодышбрагу Остается ему должен Кибы и холь Если можно такое сказать Так говорит Гаон Понятно что Это надо очень Как бы Ограниченно Воспринять То что мы сейчас сказали Потому что Есть Мишина В трактате Перкеавод Который говорит Что Если ты много учился Аль так зиктовала А смеха То не считай Что ты Сделал много того Не придерживайся Добра самому себе Не скажи Что тебе кто-то должен Потому что Для этого Ты создан Поэтому Соответственно Этому Как бы С моей точки зрения Не должен так думать Если я проучился Больше чем обычно И так далее То я не должен думать Что теперь Я царь Гакодышбрагу Мне должен Это понятно Что не так Но в принципе Человек который Это делает Со стороны Гакодышбрагу Дается какое-то обещание Что Всевышний Будет иначе Рассматривать Этого человека Вот такие вот Дела Дальше Еще один комментарий Эвет Лаве Лиш Малве Рабом является Лаве Человеку Которого зовут Малве Говорит Гаон Что здесь надо Посмотреть В гемору Гемора Пхойрос Дафхэт Я не взял гемору Но я ее зачитаю Из другого места Гемор Не надо Не надо Гемора Пхойрос Это Очень известная Гемора Где называется Суге Называется Саба Двей Атуна Гемора Начинается Я несколько раз Уже рассказывал С того Как встречается Кесарь Рима Встречается С Рабей В результате С Рабейшио Бенханани Да это С Рабан Габлиэлем И спрашивает Сколько времени Беременности Змеи Говорит Рабейшио Бенханани Семь лет Утверждает Кесарь Что вот Саба Двей Атуна Саба Это старейшины Мудрецы Афин Греческие Мудрецы Города Афин Они утверждают Что три с половиной Года Отвечает он Они взяли Как они проверили Они взяли Змею Скрестили И Проследили Сколько времени Прошло до рода Он говорит Что они ошиблись Они взяли Беременную змею Отвечает ему Император Что Кесарь Что вот Они же мудрецы Он отвечает Мы мудрее их Говорит он Приведи их ко мне Докажи Что вы мудрее Приведи их ко мне И Рабейшио Бенханани Отправляется В Афины И там У них У них Длинный диспут Саба И Двей Афина С Мудрецами Афин Где Вопросы Которые Они задают Самые Нелепые Вопросы На первый взгляд И Ответы Такие же Странные И Одна из гемород Которая Сразу видно Что здесь Что-то намекается И не всегда Легко понять Что именно И вот Гаон Мивильно Написал Небольшую Перуш На Кама Агадот Объяснение Нескольких Агадот Где он Объясняет Эту Агаду Но надо сказать Объясняет Не так Чтобы это было До конца Все понятно То есть Внутри его Комментария Есть некоторые Некоторая сложность Внутри комментария Гаона На эту тему Уже Комментарии На Гаона Как-то пытаются Ответить На эту сложность То есть Тут судя по всему Это были наброски Они точно написаны Комментарии Не готовящиеся К изданию А именно Вот наброски На тему Поэтому два комментария Слились в один И если их разделить То становится Все понятно Если не разделить Не очень И в Мишли Гаона Вильна Добавляет Третий Комментарий На эту году Мы сейчас Прочитаем В начале Саму Гемора 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 говорит На очень трудном Арамейском языке Я не уверен Что есть смысл Это зачитывать Я сразу же буду Говорить В переводе Спросили Мудрецы Атуна Человек Который одолжил Деньги Другому человеку И после того Как у этого Должника Не было Из чего заплатить Потребовалось Чтобы кредитор Пошел И взыскал Через бейсдин Через суд Искаркаот Из имущества Человека Который продал Лаве Существует Такой дин Который называется Шиебутныхосим Попробуй переведи Это на русский язык Имущество Является Гарантами выплаты Каким образом Это происходит Накладывание ареста На имущество Накладывание ареста На имущество Даже не совсем Это Может быть Это так и переводится По-русски Я с юриспруденцией Плохо знаком Вполне не исключено Но я объясню Лучше словами Что имеется ввиду Мое имущество Становится Гарантом Моего долга Если я У меня есть Поле Квартира Недвижимое имущество Я взял долг И потом продал Своё недвижимое имущество После того Как Пришло время заплатить И оказалось Что мне нечем платить У меня нету ничего И поля Которые у меня были Проданы То приходит Кредитор И берет С покупателя То поле Которое Я ему продал После чего Покупатель Уже имеет дело Со мной Я ему выплачиваю Частями Столько Сколько могу Выплатить Как устанавливает Бейзли Но кредитор Не должен От этого страдать И он берет С имущество Которое называется Мишуабдим То есть Из каркаот Из недвижимого имущества Которое продал Лавэ Это и называется Арест имущества Примерно это Так мне говорят Я могу только поверить Так вот У нас был человек Который взял в долг Пришло время платить Он не заплатил Поскольку Нечем было платить И после того Как он не заплатил Взискали Из тех полей Которые он продал Покупателю После этого Прошло какое-то время Он приходит И у того же Малве Просит еще раз Деньги в долг Спрашивает Гемора Как он На что он рассчитывает Как можно рассчитывать Что ему дадут деньги в долг В чем логика этого Мы же знаем Что он один раз Не заплатил Это спрашивают Мудрецы дома Атуны Раби Ишуа Бен Ханания Он им отвечает Человек Который пошел В лес И нарубил Дрова Вязанку дров Попытался Отнести домой Но из-за тяжести Не смог ее поднять На плечо Что он начинает делать Он начинает Снова рубить дрова И класть их Присоединять К первой Связке Так что в результате Делает намного Более тяжелую связку Пока не кажется Что появятся люди Которые готовы Ему помочь И отнести все Вместе с ним К нему домой На это же Рассчитывает Человек Который берет В долг Не заплатил С него взыскали С его имущества Которое у него было Он идет Второй раз Спросит долг На что он рассчитывает Рассчитывает На то что появятся люди Которые ему помогут Как появились люди С вязанкой дров Это гемора Говорит Гаон У нас Я начинаю с Гаона Который есть у нас Сказано в геморе Человек Который взял в долг И не смог заплатиться С него взыскали Эти долги С его имущества Майхазы Что он увидел Что захотел Вернуться И снова взять в долг Ответил Человек пошел В лес Связал первую Нарубил первую Вязанку дров И не смог ее поднять Взял и сделал вторую Вязанку Положил на нее До тех пор Пока не появились люди Которые помогли ему И помогли Сделали всю работу Что имеется ввиду Говорит Гаон У нас Я вначале считаю Гаона в Мишли А потом мы прочитаем Более подробно Два перушек Гаона Которые есть В комментарии на эту году Гаон объясняет Что суть этого вопроса В том что Мудрецы Атун Они были достаточно Мудрые люди Философы Греки Они спросили На что Человек рассчитывает Что такое Вся система Гилгулим Которая Устроена Которая есть В Торе Я уже несколько раз Говорил Что есть те Достаточно серьезные Комментаторы Талмуда Гаоним Которые говорят Что Гилгулим Вообще Такой вещи нету Переселение душ отсутствует Оно пришло В Торе Из других религий Но Есть Рамбан Ражба Зогар И Резаль Которые Учат через Тор От Гилгулим Очень-очень много Гаон На Торе Гилгулим Строит достаточно Много Интересных вещей Гаон Мивильно И Я небольшой Специалист Но от ГДК Не могу так Точно сказать Но думаю Что сегодня Уже Как бы Очень принято Есть мало людей Которые спорят С существованием Гилгулим Я не слышал Никого Так вот Мы мало понимаем О чем идет речь Это другое дело Но вот Спрашивают Мудрецы Атун Они говорят За что Человек Какой смысл Во втором Третьем Гилгулим Гилгулим Второй раз Он спускается В Гилгулим Ведь вот Он уже был Один раз Здесь И он должен был Сделать То для чего Он спустился В этот мир И не сделал И раз Он возвращается Второй раз Значит он Что-то Испортил Из того Что было Сделано В первый раз Какой смысл Чтобы он Приходил Второй раз Ну он еще Что-то Испортит Он уже Пытался Зачем Отвечает Им Рабьюшо Бен Канани Что может быть Появится Другая Что-то Другое Другая Душа Которая Сделает Тикун Исправление Первому Телу То есть Может быть Во втором Гилгуле Будет Какая-то Добавка Какие-то Дополнительные Люди Которые Помогут Поднять Вязанку Дров И помогут Исправить То тело Которое В первый раз Не смогло Выполнить Свою функцию На земле Что вот Первое тело Это лаве Это тот Кто взял в долг Он не выполнил Он остался Должен Второе тело Это малве Ему теперь Должны доплатить И эвит лаве То есть Первое тело Является рабом Для малве Для второго тела И таким образом Не исключено Что с помощью Вот этого Вот превращения С помощью этого Переселения Объединив это Мы сможем Доделать То для чего Они были созданы Это комментарий Гаона На На вот этот Вот посуг Где он Он объясняет Эвит лаве Лиш малве Что означает Рабом является лаве Человек Который малве Что это означает Что человек Который в первом Гилголе Не выполнил Свои функции Он является лаве И он эвит Он должен будет Помогать малве Тому кто пришел Гаранту Я не знаю В данном случае Это кредитору Который дал ему кредит И возможность Для того чтобы Исправить все Еще один раз И вот этот вот долг Может быть выплачен Подобно тому Как придут люди И помогут поднять Вязанку Которую Человек не может поднять Он набирает себе Еще и еще Благодаря тому Что рассчитывая на то Что в результате Ему удастся восполнить Вот этот изъян О котором мы говорим Это комментарий Гаона Таким образом У нас есть уже Несколько комментариев Комментарии Мальбима О том что Сок говорит О запрете Давать брибис И тому К чему может привести Давание в долг Под проценты Что это приведет К революционной ситуации И закончится очень плохо Лучше давать с долг Чем давать под проценты Я очень грубо говорю Второй комментарий И третий комментарий Гаона Второй комментарий Гаона Человек который дает Без процентов Человек который берет Долг без процентов Он должен Чувствовать благодарности И чувствовать себя Как раб Для того кто ему дал И это выражается В определенных законах Мы сейчас не будем Смотреть геморру Но один из примеров Я вам дал Следующий вариант Что это Эвид Бе Тойра Человек который Не выполнил чего-то Внутри дня Он должен Доделывать ночью В то время Которое создано Для сна Должен вырывать Из сна Какое-то время Для учебы Торы Чтобы восполнить То что он не выучил Днем Это уже третий комментарий Четвертый комментарий Что человек Который Учится днем Столько сколько нужно И столько сколько возможно А ночью Учится еще И переходит Как бы границы Нормального Я не знаю И становится Совсем высокого уровня Человек У него появляются Схует заслуги Пред Всевышним Киба и Холь Как будто бы Он надалживает В долг Творцу И об этом Сказан Эвид Лавэ Лаиш Малве И последний комментарий Что Эвид И Малве Раб Лавэ Который раб И Малве Который господин Это два Гилгуля В которые Входит душа человека И во время Переселения душ Когда задает вопрос Саба и Дуя Туна Что как же так Вот ты Не выполнил Даже в прошлом Гилгуле То для чего Это был создан Зачем же ты пришел Следующий Гилгуль Ответ Что может быть Та часть Что была сделана В прошлом Гилгуль Поможет в этом Гилгуль И сейчас Будут взыскиваться Долги Которые были сделаны Раньше И в результате Будет сделан Тикун Исправление Души и тела О котором идет речь Это четыре Комментария Которые мы видели Три у Гаона И один у Мальбима На этот пасук Мальбим соединяет Это с другими пасуками Теперь Гаон привел Гемору Которую я бы хотел Пройти Комментарий Самого Гаона Уже не в Мишле В Мишле он дает Отдельный пируш А то что Объясняет Гаон По поводу Махлокиса Саба и Два Атуна Мудрецами Атуны И И Рабейшо Банханаги Двигаемся Он говорит Еще раз Говорят Мудрецы Атуны Человек который Взял в долг И не смог заплатить До такого состояния Что пришлось Его земель Которые были Проданы кому-то Взыскивать В качестве Гарантов Его долга Насколько он Может наглеть Какой смысл Ему просить Еще раз В долг Говорит Где сказано Про Рафаха Что он Язев И пара Он брал В долг И выплачивал Что имеется ввиду Сказал Акодыш Беругу Исраэлю Всевышний Говорит Народу Израиля Я даю вам Тору Берете Они говорят А как же Берем Спрашивает Медраж Танхума Приводит Такую историю Что во время Когда хотел Акодыш Беругу Дать Тору Израилю Сказал Акодыш Беругу Получите Моя Тора Ответили ему Да Ответил им Дайте мне Арева Гаранта Что вы будете Исшельцать Ответили им Авраам Искак И Аков Будут нашими Гарантами Ответил им Ваши Братцы Сами нуждаются В гарантии Авраам Сказал Когда ему Сказал О том Что у тебя Родится сын Искак Он сказал Бемая Да Как я это Узнаю То есть Он высказал Какое-то Сомнение В словах Всевышнего И за это Ами Среэль Оказался Одна из причин Что Ами Среэль Оказался В Египте На 210 лет Рапства Искак Он Написано Что Ривка Любил Иаков Искак Любил Исава А про Исава Написано Что Акодыш Беругу Говорит В Этесав Саните Исав я ненавидел А Искак Любил Того Кого я ненавидел Так написано В Малахе Книге Пророка Малахе Поэтому Как я могу Полагаться На Рвут Искака Он сам Сделал вещи Которые не 100% Окей Иаков Иаков Сказал В такую фразу Говорит Всевышний Не стара Драхай Что скрыто От меня Пути Творца Иаков Какое-то Сомнение Высказал В путях Всевышнего Понятно Что эти сомнения Это меньше Чем на толщину волоса Но Мидраштан Кума Говорит Что они не могут Быть гарантами На получение Тора Тогда они ответили Наши сыновья Будут гарантиями нам Тогда Тут же Взял Всевышний Принял Этого гаранта И дал Тору Исраилю Как сказано Мипи Мипи Из уст Молоденцев Которые Пьют Молодеринское Молоко Из них Будет создана Сила Они являются Гарантами Больше чем Авраам Иска Киаков Совершенно Непонятная История Но Мидраштан На тебя То есть Ты не можешь Быть гарантом Когда у тебя У самого Куча долгов Потому что Откуда Какой смысл Брать гаранта Который сам Не может платить И это то Что сказано Аравейха Арва Царих Твой Арев Твой гарант Нуждается в гарантии Что не так Про детей Про маленьких детей Что они У них нету Обязанности Мицвод И поэтому Их изучение Торы Это Совершенно Другое изучение Торы Чем изучение Торы Взрослого человека Взрослый человек У него есть Мицвод И как правило У него есть Аверот Тоже Так вот Часто Встречается Поэтому Этот человек Его Тора Вне есть Какой-то изъян Он учит То что Он не полностью Соблюдает И поэтому Даже когда Речь идет Авраам Ицхак Иаков Которые Ну как бы Другого калибра Чем мы можем Себе представить Тем не менее Их Аравон Их гарантия Она не является Стопроцентной Дети У которых нету Аверы По определению Потому что Они не обязаны Их Тора Ложится На стопроцентную Душу На стопроцентную Праведность И поэтому Их Тора Может являться Гарантией И сказано Что когда был Разрушен Бэтмикдаш Из-за чего Был разрушен Храм Из-за того Что они не Соблюдали Тору Из-за того Что плохо Соблюдали Заповеди Тора Из-за этого Газар Сделал Гзейру Разрушающую Бэтмикдаш После этого Встали Наши мудрецы Того времени И сделали Несколько Таканод Несколько Дарим Несколько Ограничений Добавили Заповеди Дарабона К заповеди Дарайса И в это время Фактически Были установлены Очень многие Из то Что мы сегодня Называем В Торе Диврейсофнем Установление Наших мудрецов Написано В Иерушалме Кто Из-за чего Стало Так вот Случилось Что были установлены Два дня праздников Из-за того Что не соблюдали Нормально Один день В том числе Шаббат Поэтому мудрецы Добавили Второй день Что Кто Установил Что надо Отделять Две халы Есть заповедь Хала Заповедь Хала Это когда Человек Печет Тесто Замешивает Определенное Количество Муки С водой И делает Тесто Определенного Размера То он Должен Грубо говоря Одна 1200 Грамм Кило Двести Если у него Кило Двести Муки То Парабха Ему Но Он должен Отделять От нее Халу То в этой Ситуации Во время Бэйт Мигдаша Во время Когда мы были В Эрицис Ройль Мы отделяли Халу После того Как Бэйт Мигдаш Был разрушен И хала Стала Не знаю Драбанан Или Дарай Если мы сейчас Оставим этот вопрос Чтобы не входить Махлок Станаем Амраем То Рабонан Установили Что есть Две халы Отделяется Не одна хала А две Одну халу Отделяют И сжигают Потому что По идее Должен съедать Каген Который Находится В Тагаре В чистоте Сегодня Такого найти Несколько Проблематично Поэтому Рабон Установили Халу Это сжигать И отделялась Вторая хала Которая давалась Кагену Две халы Почему установили Две халы Поскольку Нарушалась Одна хала То поэтому Рабона Сделали Гедр Сделали Еще одну Ограду И установили Давать две халы Одну сжигать Это хала Дарайса И вторую Дарабона Чтобы не забывалось Что хала Дается Кагену Это слова Тора Это слова Наших мудрецов На это Спрашивают Мудрецы Атуны Мы сейчас Идем не по тому Комментарию Который Гаон Давал В Мишле Это новый комментарий Более стандартные Два комментария Сказаны Вот здесь Где мы читаем И он говорит Что люди Которые Храм был разрушен За то Что они Не соблюдали Тору Они не выплатили Взяли в долг И не заплатили Теперь Вы хотите Добавить Заповеди Дарабона Чтобы был Еще больший долг Какая логика Здесь Суть Понятия Ревута Гаранта Гарант Платит То что Не заплатил Должник Тогда на что Можно рассчитывать Как можно Принять Тора Кто является Гарантами Мы знаем Нафишахаим На эту тему Очень сильно Останавливается Наломайся Это Медраж Медраж Береща Сраба Который Говорит О том Что мир Не может Существовать Если нету Торы Нафишахаим Говорил Что мир Не может Существовать Даже если Одно мгновение Не учится Тора То в это Мгновение Весь мир Исчезнет Он будет Разрушен И уже На основании Нафишахаим Рассказывают Что Это смысл Того Что именно Примерно В такое время Грубо В 1500 Году 1492 Вот в это время Была открыта Америка Колумбом Для того Чтобы она Была постепенно Заселена И оказалось Что до этого Времени Не было мгновений Ни днем Ни ночью Чтобы кто-нибудь Из евреев Не учил Тору Находясь Вот здесь Вот в этом Полушарии Но После того Как Стала Некая Ереда Дород Поколения Спустились И стало Значительно Хуже Чем было Раньше С изучением Торы То ночью Тора Учат мало И так далее Но сегодня У нас получилась Ситуация Что в то время Когда у нас День Там ночь Когда у нас Ночь Там день Поэтому Нет ни одного Мгновения Чтобы Тора Не училась В течение суток И это То что сказано Что без Торы Не может существовать Мир Но Всевышний спрашивает Кто будет гарантами За вашу Тору В результате Он не принимает Гарантов В качестве Проатца В качестве Гарантов И сказано Что только Ради детей Он ради наших детей Он дал Ради детей Была дана нам Тора И это то Что сказано В Мидраше Что Эйнэаламид кэм Элабишвиль гэвиль Тинакодшиль бэйт рабан Это гемора Шаббат Где-то 101 120 119 Да Гемора говорит Что не может Мир существовать А только С помощью Того Воздуха Гэвиля Тепла Который выходит Из артов Детей Тинакодшиль бэйт рабан Которые сидят И учат Тора Что это и есть Тот Эрэвуд Тот гарант И они Выплачивают За битуль Тору Шилану У нас есть битуль Тору Мы не все время Учим Тору И за нашу битуль Тору По идее Мы не имеем права Получить Тору За то что мы Миватлим Как это Аннулируем Проводим время впустую Вместо изучения Торы Но из-за того Что дети Которые не пробовали Вкусы греха У них нету По определению греха Потому что они Еще ничего не обязаны И соответственно У них нету Обязанности Учить Тору тоже А они сидят И учат Тору И повторяют ее Изубрят ее И так далее То это восполняет Ту Тору Которую мы К сожалению Сделали битуль Тору И благодаря этому Гэвиль Пив Благодаря этому Теплу Которое выходит Из уст этих детей Они Машлемим Битуль Тору Шилану Они восполняют Нашим битуль Тору И поэтому Они могут работать Гарантиями И это то О чем сказано Что если бы не было Этых детей То мир был бы Хараф Мир был бы Разрушен Как сказано Если бы не мой завет То есть не моя Тора То ни дня Ни ночи Я бы не установил Это пророк Иеремия И об этом сказано Что Из уст Младенцев Которые Питаются Молоком матери Создается сила Вот Что У них нет Никакого Категоры Никакого Прокурора Который Обвинителя Который их обвиняет За то Что они не учат Тору И поэтому Вся их Тора Идет в плюс И нет никакого Минуса в этом И это Одна из вещей Где обсуждается Когда у человека Есть возможность Учить самому Или учить сына Что кто из них первый Это Гемора Кедушин Вот И Гемора говорит Что все равно Должен сам человек Учиться А не сын Потому что А РФ Гарант Он платит Только в тот момент Когда нечем заплатить Самому человеку Поэтому Если сам человек В состоянии То понятно Что не берутся РЭВА Не берутся его Гаранта Поэтому Человек Каждый Должен Ищить Тора Но Есть добавка Торы Которые дают Тинакор Дети Дети Приводят В качестве ответа Приводят Рабейшо Бенханани Эту историю Которая говорит Что Что Секундочку Не знаю Нужно ли в это входить Думаю что нет Мы сделаем так Я прочитаю Некоторые секун Некоторые уже Окончания Значит Этот Пируш Это объяснение Которое мы прочитали Оно говорит Что Гарантами Являются дети И дети Которые являются Гарантами Они Ради них Была дана Тора И ради изучения Их Тора Существует Мир Поэтому Эвид Лавел И Шмалве Является Человек Который взял в долг Эвидом Рабом Тому кто выплачивал Этодолги Имеется ввиду Взрослые люди Которые Меватлим Тора И не очень хорошо Ее учат Делают битль Тора Они являются Они обязаны Детям Благодаря которым Держится весь мир Которые Восполняют их битль Торы Только благодаря Их заслугам Была дана Тора С самого начала Вот Теперь Следующий пируш Я просто В двух словах Обсуждаю Следующий пируш Говорит о том Что Сейчас момент Давайте так Просто не сакем Что До этого нам сказали Гаон Мивильна Что Вопрос Который задавался Был вопрос такой Что во время Разрушения храма Вы установили Новый экзирот Дарабоном Зачем вы делаете Новый экзирот В тот момент Когда Со старыми Вы остались Должны И не заплатили И ответ Что Новый экзирот Помогут нам Заплатить за старый Авирот Который мы сделали Таким образом У нас есть Два Махалаха Которые здесь Указывает Гаон Мивильна Что Человек Который Лаве Который Был обязан Но не выполнил Что-то То есть Он нарушал Какие-то заповеди Торы Ему добавляют Новый Новую Связку дров Новый экзирот Дарабона Новое постановление Мудрецов Для того Чтобы он Лучше их выполнил Благодаря им Он восполнит То что было в Торе То есть Найдется Какая-то помощь Сюта Дешмая Помощь Которая придет К нему И он поднимет Тоби Визанки То есть Он выполнит Имя свод Дарайс Имя свод Дарабона Это один пируш И второй пируш Что нашими гарантами За Тоби Туль Тойра За то аналирование Тора Которое мы делаем Являются наши Дети Которые Учат Тору Не будучи Обязанными учить И это Восполняет Это гарантия Того о чем мы говорим И последний пируш Который Гаон дал здесь Что это гилгулим Когда во втором гилгуле Ты восполняешь То что не было сделано В первом гилгу Таким образом В результате Мы видим Что есть несколько пшатов Несколько Я не знаю Пшат это или нет Несколько объяснений Того машаля Того примера Который дал Гаон Мивильно В этой пасуке Пасук говорит Что богатый человек Будет властвовать Над бедняками И рабом является Должник Своему кредитору Что имеется ввиду Мы сказали сейчас Уже четыре комментария Я уже не буду повторять Потому что мы их сказали И из них нет Четыре Гаона И один Мальвим И пять комментариев Которые мы увидели здесь Вот И Можно переходить К следующему пасуку Я думаю Потому что в общем Все достаточно У нас есть еще время Так что давайте Попытаемся Следующий пасук Прочитать Сеющий неправду Пожнет беду Бить жестокости Его исчезнет Это пасук Это пасук номер Восемь Мальвим мы уже На него прочитали Поэтому Обратимся к Гаону Еще раз Зоре Авла Икцор Тот который будет Сеять зло Он вырастет Жестокость Шевет Авра То и халы А тот Кто пользуется Кнутом И наказывает Тот исчезнет Говорит Гаон Что это идет Этот пасук Обращается По отношению К двум царим Двум министрам Двум царям Которые есть У Яцархары То есть Два плохих Качества Которые Включаются В себя Все в человеке То есть Гаон сейчас Как уже много раз В книге Мишлен Он делал Он разделяет Человеческие Качества Направление Работы Яцархары На два И показывает Что есть два Основных Направления Которые есть Это Таева И Каас Это Стремление К получению Удовольствия И Таова Этого мира Получение Удовольствия От мира И Каас Гнев Который наполняет Человека Который рождается Как правило Из Гаевы Через эти Две Миды В мир Входят Два вида Преступлений Которые Если очень Богодоль Очень так По большому счету Охарактеризовать Два направления Это направление Таевы Это Прелюбодеяние Это удовольствие Которое запрещенное Которое получает Человек И Каас Гнев Это Авойда Зойра Поклонение Идолу Источником Этих двух Преступлений Орает И Авойда Зойра Является Мидат Таева И Мидат Гаева Поэтому Про Таеву Понятно Более или менее Понятно Что когда человек Стремится к удовольствию У него отключен Стоп-сигнал То он приходит И вот Таева Приводят Его к запрещенным Связям Каас Гнев Об этом сказано Что Человек Который Гневается Как будто бы Служит Идолу Вот Служение Идолов Рождается Из-за того Что человек Не хочет Подчинить себя Всевышнему Хочет Уравнять себя С Творцом И в такой ситуации Он ищет Какой-то путь Воздействия на мир Кроме Молитвы Битвы Аннулирования Себя перед Творцом Он гневается Обычно Гнев рождается Потому что Кто-то посмел Наступить на ногу Целому мне Как можно я Поскольку В мире еще Кроме меня В общем не существует То это Приводит Ковой Дезойре К Касу И это Две меды Которые Властуют Человеку Как говорит Гаон Он неоднократно Упоминал И в первой Главе И во второй Главе Мы это Подробно Изучали И это То что Сказано Человек Который Сеет Авла То есть Он Бежит За деньгами И берет Их Баавла В виде Преступления От кого-то Кроме себя То есть Чужое имущество Он присваивает Себе Для того Чтобы Восполнить Свою Таеву Чтобы его Таева Была удовлетворена Потому что Деньги В нормальной Ситуации Деньги Являются Неким Средством Удовлетворения Своей Таавы Поэтому Когда Человек Привыкает К чему-то Ему всегда Не хватает Денег Денег Собственно Всегда Не хватает Понятно Но человек Которому Просто Их не хватает Это тоже Плохо Потому что Кто счастливый Человек Кто такой Богатый Тот Который Радуется Своему Делу Человек Который Не радуется Своему Делу Ему Не хватает Зимой Лето Осенью Весны Вообще Ничего Не хватает Соответственно Он Будет Воровать Он Будет Брать Деньги У кого-то Кроме Себя Мошенничеством Воровством Газлонутом Могут Много Вариантов Каким Образом Он Будет Приступать К какой-то Из этих Хаверот Кроме Преступлений Между Адам Лохавером Между Человеком Своим Ближним Та Приводит К преступлению Между Человеком И Всевышним Это Например Когда Человеку Что-то Безумно Нравится Это Нарушение Кашрута Несмотря На То Что Он Понимает Что Это Не Кошер Или Как Правило Это Нарушение Приходит Из-за того Что Он Точно Не Знает Кошер Это Ильян Значит Наверняка Кошер Потому Что Если Нельзя Но Очень Хочется То Можно И Человек Который Сеет Вот Таиву Свою Авлу Он Коцер И Ему Нужны Деньги И Он Забирает Деньги У других Здесь Гаон Идет Почти По Комментарию Мальбима И Говорит Что Против Этого Человека Встанут Те У кого Он Заберет Деньги И Отнимут У него Его Деньги Мальбим Это Рассказывает Через Бунт Революции И так Далее Гаон Это Рассказывает Человек Который Почему Это Происходит Мальбим Идет Говорит Способ Которым Это Происходит Человек Дает Долг Под Проценты Гаона Больше Интересует Причины По Которым Это Происходит Почему Человек Это Делает Потому Что У него Есть Тава Ему Нравятся Деньги Ему Нравится Имущество И В этот Момент Он Начинает Делать То Или Иное Преступление И Пытаться Обрат Деньги У другого Потому Что Мне Надо Мне Хочется Против Этого Человека Будет Медакина Мера Изомера Будет Что-то Подобное Революции И его Деньги Будут Забраны Как Описал Нам Мальбим Теперь Новое Человек Коэс 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 С этим гневом Достигает Удара То Он Этот человек Будет Он Закончится Он вообще Уйдет на нет Его тоже Прибьют Таким образом Медакин Эгит Меда От этого Человека Ничего Не останется Это Махалах Этих Двух Суким Понятно Что Мальбим Связал их И они Являются Продолжением Одно Другого Здесь Речь идет Про богатого И бедного Гаон нам Говорит Что богатство И бедность Это богатство И бедность Не только Внутри Кошелька Но богатности Бедности Богатства В Торе И в заповедях Соответственно Мы должны Продолжить Экстраполировать Это на Торе И заповеди Но это мы Сделаем с вами В следующий раз Уже в девятом Посылке Потому что он Очень длинный Гаон там Серьезный И поэтому Мы его По изра дошем Разберем В следующий раз Вот А сейчас Нам надо Попрощаться До новых встреч В эфире До свидания Всего доброго Продолжение следует...